Здравствуйте, уважаемые садоводы! В малых садах плотность посадки плодовых и декоративных культур высокая, поэтому без качественного ухода и подкормок не обойтись. Первое, что нужно сделать, это провести побелку стволов и нижних частей скелетных веток. Температура воздуха к этому моменту не должна превышать плюс 7 градусов. Нельзя белить деревца, которым меньше года, а также запрещено использовать хлорный известняк и силикон. Специальную смесь для беления можно приобрести в магазине или сделать самому. Деревья белят осенью, при подготовке к зиме и обязательно весной. Польза висений побелки стволов заключается в защите коры от солнца и резких скачков температуры, а также в уничтожении кладок паразитов под корой. Известь препятствует проникновению в древесину грибков и паразитов. Работу проводят широкой кисточкой, распылителем или валиком. Слива и вишня хорошо растут и плодоносят в слегка щелочной, рыхлой, проницаемой и плодородной земле. Лучшие варианты это чернозем, суглинок или супесок. Примерно в апреле под сливу вносят ведро компоста или перегноя. Столько же торфа и 250 граммов гранулированного суперфосфата, а также 400 граммов древесной золы. Кстати, первые три года после посадки подкармливать сливу не нужно. Ранней весной вносить жидкие органические удобрения нежелательно, однако их можно использовать в сухом виде. А это торф и компост и в качестве мульчи для приствольного круга. А вот жидкие подкормки вносят в ямки на расстоянии полуметра от ствола. Мульчирование можно заменить посевом сидератов, вика, озимая рожь, горчицы или фацелия. Далее идет обработка деревьев от вредителей. Вам знакома такая ситуация, что сливы висит много и вроде бы красивая. Срываешь одну, а там червяк, другую тоже червяк. И так 10 раз, пока не найдешь одну хорошую. А ведь если весной вовремя обработать от вредителей, эти и другие проблемы не возникнут. Раннее опрыскивание деревьев помогает уничтожить кладки яиц, зимующих личинок и споры грибков и бактерий. Весной сливу нужно обработать 3 раза, до распускания почек, используя бордосскую жидкость. Во время формирования бутонов можно обработать фитовермом. И после увядания бутонов используйте препарат Хорус. Обработку проводите только в сухую и безветренную погоду. Повышенная влажность и перепады температуры снижают действия препаратов. Все препараты для борьбы с вредителями и болезнями разводят по инструкции. Превышение рекомендованных доз приводит к ожогам и другим неприятным последствиям. Не забывайте при работе с химикатами надевать защитный костюм и маску. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описании под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!